Информационную картину дня На нем игроки выполняют элементы скольжения на так называемом сухом льду Но мало кто знает, что это не совсем профессиональный тренажер для спортсменов Это эконом-вариант, сделанный из подручных средств Мы сделали все попроще У болельщиков, которые занимаются мебелью, заказали эти листы мебельные Нам их раскроили, сделали брусочки Ну и все, тренировочный процесс пошел Имитация бега на коньках То есть одеваем на ноги шерстяные носки, чтобы было скольжение лучше И все хорошо получается Также наставники решили, что у клуба должна наконец появиться своя эмблема Все-таки год это для команды юбилейный 40 лет с тех пор, как «Знамя» играет в первой, а теперь уже в высшей лиге без выдувания из нее И вот утвержденный вариант У нас тренер Дмитрий Васильевич Веселов нашел любителя хоккея с мячом Именно нашего земляка в Самаре И, в общем-то, работали сначала по телефону, потом в электронной почте все высылали, порабатывали Ну и без новых тренерских кадров не обошлось В семью наставников влился отец команды, как называют его болельщики-воротарь Евгений Крюков Правда, в его подчинении будет пока только один подопечный, но стартан Тем более, что Евгений продолжит и игровую карьеру Я не могу сказать, что это наставникам, просто подсказывать по рабочим моментам Местный мальчишка растет у них, захотел заниматься, видно, что у него получается, у него есть желание Будем подсказывать, дальше работать Первый матч «Знамя» проведет на выезде 30 ноября и 1 декабря В Татарстане водкинсы сыграют с местным клубом «Динамо Казань-2» Хоккеисты «Глазовского прогресса» провели очередные домашние поединки против Челябинского Мечила Первый они уверенно выиграли 5-2 Стоит отметить, что в этой встрече был зафиксирован первый в истории Национальной молодежной лиги покер Четыре шайбы, забитые одним игроком Этим хоккеистом оказался «Глазовчанин» Данила Семенихин С чем мы его и поздравляем Тем временем на Ижевском баскет-паркете проходит предварительный этап первенства «Дюбл» среди команд юношей Молодежка «Купола Родников» стартовала в этом турнире с двух поражений От коллективов «Зенит» «Дюбл» и «Темп» «Сумс» у ГМК Впереди еще несколько соревновательных дней Вновь отлично выступили на выезде из стрелки Удмуртии В Словакии на международном турнире среди юниоров «Олимпийские надежды» и «Жевчанка» Наталья Брайчикова завоевала две медали В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров она была второй А в командной стрельбе в составе сборной России Наталья стала победительницей турнира А сейчас еще об одном турнире – городском по жиму лежа среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Он собрал ребят самого разного возраста и физподготовки Подробнее о фаворитах, а также о дебютантах соревнований в нашем видеоматериале Паралимпийский спорт в Удмуртии развивается и семимильными шагами Успехи наших атлетов в последние годы впечатляют и радуют, в том числе и в силовых дисциплинах Направлению пауэрлифтинг уже более 17 лет То есть он зародился уже у нас еще, когда мы были в Льдовом дворце «Ешталь» Результаты у нас в принципе до 2013 года были второе место общекомандное после Москвы То есть ребята многократные чемпионы России, участники паралимпийских игр Мечтают о крупных победах и участники этого республиканского старта Их собралось порядка 40 человек Один из них – сарапульчанин Сергей Пентьегов Он увлекся тяжестями пару лет назад Говорит, сначала занимался с гирями Теперь вот поднимает штангу На этом турнире он выиграл бронзовую медаль Установив личный рекорд в жиме лежа Теперь он равен 80 килограммов Кстати, собственный вес Сергея – всего 33 килограмма Вернулась после рождения дочери в тренажерный зал и Таисия Вахрушева Говорит, это своего рода терапия, которая лечит и тело, и душу Спорт – еще и хорошая реабилитация Что это дает, когда вы поднимаете новое для себя? Радость, силу дает, знаю я Нормально Высокие результаты показали и Олег Копысов, и Дмитрий Касин Впереди у ребят чемпионат страны Он пройдет весной в Алексина Не пустовал спортзал и дворца спорта «Металист» Там собрались участники чемпионата Ижевска по вольной борьбе Медали разыгрывались в восьми весовых категориях Отметим победителей в самых легких весах Это Денис Аляшев, Амин Пиралиев и Денис Королев Эти атлеты и одни из самых молодых В Манеже прошли тоже соревнования по полумарафону Около 50 любителей длинных бегов вышли на старт Дистанции длину в 20 детин километров 90 метров Лучшее время дня показали на финише Ижевчанка Елена Мерзлякова и Сергей Шадрин из Каракулина Участвовали в этих соревнованиях, кстати, и гости Из Перми и Чайковского И еще королеве спорта в Нижнекамске Прошла матч и встреча среди дюж по Волжья В соревнованиях участвовали и воспитанники Восьмой женской спортшколы Победителями и ни в одном виде программы Стали Александра Макарова, Ксения Исаева, Алина Усегова И Даниил Караманов Они показали высокие результаты С чем мы поздравляем и спортсменов, и их тренеров Это была последняя информация нашего выпуска До свидания